26-го Красавика в регионе пройдут памятные мероприемства, примиркованные до 33-й годовины аварий на Чарнобыльской атомной электростанции. В программе «Митинги реквеймы» – церемонии ускладания вянков и кветок до мемориалов – доброчинные акции. Одним из центров проведения мероприемства станет городский поселок Брагин. В 1986 году эта территория оказалась улика наибольших забрудженных, что изменилось в районе за минулый час, высветлял Олег Сентюров. Для життя умовам, которые тут были створены, навык сегодня могут взросить жахары районных центров. Об планах по Баданице Сонечного можно омирковать в этом гадлево-забавлянном комплексе. Тяжко сказать, какая его огольная площадь, але явно больше тысячи квадратных метров. Как и по Сонечному и Зарас жили люди, то и набходили у размещенного в этом будинку крамы, наведывали клуб и ресторан. Правда, сегодня назвать зону отчужения совсем безжиттёвый нельга. У некоторых былых населенных пунктов, которые находятся на территории Палецкого заповедника, радостный фон, первый шаг натуральный, амаль в тысячу разов. Для людей в этой местине могут быть саправданными беспечными. А вот живёлые птушки за 30 подшернобыльских годов поспели освоить эту территорию. Практически вся Красная книга Республики Беларусь вернулась сюда, на свои места. Появился лебедь Кликун, который в Беларуси зарегистрировано очень мало гнезд. Но у нас, я знаю, их около десятка на территории уже. После чернобырской катастрофы у Брагини чекали полного отселения. А тому, на вот минимальные работы по потребности житоденности населенного пункта не проводились. Сегодня, в том числе, не нагадывая практически ничего, тем больше, что летость тут была проведена масштабная реконструкция. У Местовый дом культуры с новой глядельной залой и самой сучастной гуковой аппаратурой теперь из оргии республиканского масштаба улечить приехать за гонор. В 2019 году у нас уже были концерты таких исполнителей, как Писнеры, приезжал к нам Сергей Кунай, ожидается приезд симфонического оркестра Гомельской филармонии, такого исполнителя, как Сергей Славянский. Также, помимо этого, у нас увеличился рост детей в любительских объединениях, но не только детей, а также и взрослых. В Брагинске район Гомельщины – один из наипрагажейших самобытных кутков Беларуси. В этой крае моя богатая шматрековую историю. На его земле заховались стоянки бежабытных людей. В Чарнобыльский период в часовом плане не такие протяглые, а для по своих наступствах, для своих учеников не меньше значны. Брагинчане о своей истории памятают и кажут, на этой земле мы будем жить обовязково. Изменился не только сам внешний вид города, изменилось настроение людей, которые здесь живут, изменилось настроение людей, которые сюда приезжают. Мы стали уже интересны не только как Чернобыльский район, а как район с такой богатой историей. Вот это я могу сказать точно. Олег Синчаров, Евгений Макеенко, Телерадо, компания Гомель.